МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Места есть для всех. В Самаре открылся новый детский сад. Новый год, новые правила. Какие законы вступят в силу в следующем году? Шепот звезд. Каким будет следующий год, по мнению астрологов? В Новый год, в новый сад. Родители, живущие в Куйбышевском районе Самары, в последний день уходящего года получили подарок – детский садик. Здание пустовало 7 лет и после реконструкции обрело вторую жизнь. Качество работы ценил глава Самары. На открытии сада побывала и Валерия Макарова. Гномы, маленькие принцессы и даже мушкетеры собрались в новом актовом зале. Сегодня после реконструкции открылся корпус детского сада. Это второе здание нашего детского сада. И мы его назвали «Город мастеров». И мы будем прививать детям любовь к профессиям и профориентация с дошкольным возрастом. Хорошо, особенно мы мальчики. Нам вообще положено это знать, мастерить и делать какие-то подделки. Нам очень даже нужно хорошей направленности. Есть у нового сада и свои изюминки. Сенсорная комната. Здесь можно рисовать картины песком, босиком пройтись по мягкому коврику и выучить название планет, который показывает проектор. Ребят, нравится вам здесь в этом садике? Да. Красивый? Да. Игрушки хорошие? Да. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы речь шла не только о том, что существует спальня и группа, а о том, чтобы все было для современного развития детей в каждом детском садике и в новых, во вновь построенных, и в возвращенных, и в действующих. К началу следующего года в России должна быть ликвидирована очередь в детские сады для малышей в возрасте от 3 до 7 лет. В Самаре эта проблема полностью решена. Кроме того, ведется проектирование новых детсадов. Для них подбирают земельные участки. Мы очень рады, что нам удается, несмотря на сложную экономическую ситуацию, решать задачи, поставленные нашим президентом. В этом году мы открыли 2500 детских мест по городу и выполнили задачу по обеспечению всех детишек в возрасте от 3 до 7 лет местами дошкольных учреждений. Особенно актуальна проблема строительства детсадов в Куйбышевском районе, где за последнее время появилось множество новостроек. Сейчас идет получение разрешительной документации для того, чтобы на строящемся микрорайоне Волгарь запроектирован садик на 240 мест. По плану только в Волгаре еще будет порядка 7 детских садиков. Ежегодно в Самаре планируют создавать 2000 дополнительных мест. И несмотря на рост рождаемости, садиков должно хватить всем. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. С наступающим праздником! Жители Самарской области поздравил губернатор Николай Меркушкин. Он отметил, что минувший год был годом напряженного труда и серьезных испытаний. Но в то же время и годом созидания и консолидации общества. И уже есть результаты, опираясь на которые, можно уверенно двигаться вперед. Цитата. «Мы открывали новые производства, строили школы, детсады и спортивные объекты. Широкий размах приобрело жилищное и дорожное строительство. Крепнет сельское хозяйство. Вместе мы сформировали новую систему власти, максимально приблизив ее к людям. Значительно продвинулись в подготовке к чемпионату мира по футболу. В решении всех этих масштабных задач огромную поддержку Самарской области оказывает руководство страны и лично Владимир Владимирович Путин». Конец цитаты. «Развитие духовно-нравственного воспитания детей и подростков, создание образовательных центров, открытие новых кадетских классов обсудили губернатор Самарской области и митрополит Самарский и Сызранский. Речь шла об усилении просветительской работы, в том числе через телевизионные передачи и журналы для детей. Воспитание молодежи и со стороны церкви, и со стороны власти особенно важно сегодня», — отметил Владыка. Кроме того, обсудили строительство новых храмов, подвели итоги уходящего года. Митрополит отметил высокий уровень взаимодействия и отклик со стороны руководства губернии. «Николай Иванович всегда с момента его назначения откликается на наши просьбы, потому что они касаются жизни наших тех же людей, жителей губернии. Это верующие люди, которые тоже заинтересованы для того, чтобы духовно-нравственная основа наших людей возрастала, и особенно в сегодняшнем быстроменяющемся мире». 2016 год принесет много перемен. В силу вступят десятки новых российских законов. Лариса Шлафаст расскажет об основных изменениях. Каждый год с боем курантов страна начинает жить по-новому. 2016-й не станет исключением. Должникам придется потуже затянуть пояса и все-таки расплатиться с долгами. Есть и хорошие новости. Они касаются пенсионеров. В наступающем году им повысит пенсию. В наступающем году пенсия вырастет на 4%. В феврале произойдет индексация ее трудовой части, а в апреле – социальной. В среднем пенсия увеличится на 500 рублей. В Самарской области государственную поддержку получают почти миллион пожилых людей. Практически каждый третий житель. Однако не все фирмы, предприятия и частные предприниматели отчисляют деньги в пенсионный фонд. Общий долг за 2015 год составил 5 миллиардов рублей. Всего же удалось собрать 77 миллиардов, что на 3% больше, чем годом ранее. Конечно, если бы не было таких больших долгов в наших предприятиях, то, конечно, и обеспеченность выплаты была бы собственными средствами еще выше. Но это позволяло бы, может быть, государству увеличивать размер индексации нашим пенсионерам. Изменения ждут и тарифы на коммунальные платежи. Повышение произойдет в июле. В среднем почти на 5%. В этот раз удалось сдержать рост. Так, в 2015 году индексация составила более 9%. Для социально незащищенных граждан сохранятся меры поддержки. Им будут предоставлять субсидии и ежемесячные денежные выплаты. С апреля следующего года в квитанциях появятся изменения. В строку плата за содержание жилого помещения войдут общедомовые расходы на воду, электричество и теплоэнергию. Но их размер не должен превышать нормативы. Фактическую разницу будет оплачивать управляющая компания, обслуживающая дом. Кроме того, недобросовестные конторы накажут рублем. Из-за неправильной квитанции, из-за несвоевременной оплаты, то есть как юридические, так и должностные лица могут пострадать в виде административных штрафов. Со следующего года увеличится и материнский капитал. Теперь сумма составит 475 тысяч. Кроме того, расширятся возможности использования сертификата. Помимо взноса на ипотеку, увеличения будущей пенсии мамы и образования детей, деньги можно будет потратить на содержание ребенка с ограниченными возможностями здоровья, не дожидаясь трехлетнего возраста. Есть новости и для водителей. ГИБДД вводит 50-процентную скидку на оплату штрафов. Те, кто успеет погасить штраф в течение 20 дней, оплатят только его половину. Но эта скидка не будет действовать при грубых нарушениях правил дорожного движения. Те, кто не заплатит или уже накопил внушительные долги, с 15 января вовсе могут лишиться водительских прав. Приставы внесут должника в специальную базу и права заморозят. Попасть в этот черный список можно даже за просроченные 10 тысяч рублей. Так что готовиться к изменениям нужно заранее. И морально, и материально. Законы законами, но судьбу и удачу еще никто не отменял. Накануне Нового года принято интересоваться, о чем же шепчутся звезды. Чего ждать от года огненной обезьяны? Кому повезет, а кому придется трудиться, не покладая рук? Марьяна Мирная узнала у астролога. «Живи, играючи» – девиз этого года. Игривая и изменчивая обезьяна призывает все знаки зодиака стать немного детьми и поддаться веселью. Под покровительством Марса и Сатурна она рекомендует не нервничать и получать удовольствие от грядущих перемен. А их обещается немало. Появится много новых гаджетов. И логистика выйдет на первый план. Обезьяна – такое веселое животное. Она любит что-то перекладывать с одного места на другое. То есть она посредник. И вот эта деятельность посредника, то есть она будет очень востребована. И она будет давать динамику вверх. Во второй половине года астролог и торолог Татьяна увидела экономический рост. Уверена, политическая ситуация в мире стабилизируется и рубль пойдет в гору. Что же касается знаков зодиака, обезьяна выбрала любимчиков. Стопроцентное везение небесная канцелярия обещает водолеям. Девам – путешествие, скорпионам – тяжелый труд до сентября. Огненным стрельцам, львам и овнам о своем благополучии можно не беспокоиться. Овнов у нас ждет карьера в этом году. Их знак соответствует стихии этого года огненной. То есть они будут в своей среде. И, естественно, ловить удачу весь год. Самым счастливым этот год будет для львов. То есть львы – это огненная стихия, так же, как и овны. И они будут как рыба в воде в этом году. И все их планы, проекты будут исполняться как бы сами собой. Символами и талисманами в наступающем году станут все вещи красного, оранжевого и желтого цвета. Особенно металлические предметы, например, золото. В новогоднюю ночь можно уже порадовать обезьяну, подарив близким украшение. Также стоит отметить, что по небесной карте настоящий Новый год наступит не в ночь с 31 на 1, а в феврале с 7 на 8. Так что у тех, кто еще не подготовился, есть время. Материальное благополучие и достаток. Искренняя и чистая любовь. Вдохновение и творчество. Каким бы ни был наступающий год, главное, чтобы он принес удачу и здоровье. С Новым годом, друзья! Марьяна Мирная, Максим Гусев, Дмитрий Мешканцов. События. Новогодний наряд, говорят астрологи, тоже играет важную роль во время торжества. Потому что от правильно подобранного образа зависит успех вечеринки, настроение и даже судьба. Туалет должен понравиться хозяйке года, огненной обезьяне, чтобы та дарила щедро своими подарками. Во что нарядиться в новогоднюю ночь, знает Марина Матвейшина. Как только народ узнал, что символ 2016 года огненной обезьяны, сразу стало понятно, что предпочтение в новогоднем наряде нужно отдать красному. Восточные астрологи советуют сделать праздничный образ максимально ярким, чтобы задобрить хозяйку года. Правда, не стоит переусердствовать с подбором украшений. Лучше выбрать что-то одно. Либо колье, либо какие-нибудь красивые сережки. При выборе наряда нужно учитывать и фасон платья, и его уместность, говорит стилист Екатерина Скворцова. От того, где будет проходить торжество, зависит выбор костюма. Для загородной вечеринки, ресторана или домашнего семейного ужина нужна разная одежда. Второй момент – это с кем. Девушка выходит в свет. Если это семейный вылаз, то можно семью в целом одеть в каком-то общем ключе. Если девушка выходит с мужем или со спутником, то мы учитываем образ мужчины, потому что мужчины у нас особенно не любят выбирать новогодние наряды, новые. Девушки-любительницы. Поэтому, скорее всего, мы будем отталкиваться от варианта мужского, чтобы подходить под мужчин. Огненные палитры – это не все, что характеризует наступающее торжество. Подойдут любые яркие и насыщенные краски. Желтый, синий, розовый. Но все же и красную нотку тоже не забудьте. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Судя по погоде, самый актуальный наряд в новогоднюю ночь – это валенки и тулуп. Температуру до минус 26 обещают синоптики на новогодние праздники. Валерия Макарова отправилась в Самарский гидромедцентр, чтобы узнать самый точный прогноз. Не замерзнуть цель номер один на новогоднюю ночь. Тем, кто встретит ее, собирается на уличных гуляниях, стоит достать из гардероба самые теплые вещи. В новогоднюю ночь температура воздуха будет в основном по территории области 14-19 градусов. При прояснениях некоторых районов до 20-26 градусов. Большая часть новогодних праздников. В общем-то, мы ожидаем морозную и преимущественно без осадков погоды. Снегопады синоптики ожидают только с 3-4 января. Начало нового 2016 года Самара встретит солнцем и северо-восточным ветром. Кажется, зима решила нам компенсировать теплый и слякотный декабрь. Поэтому температуры в январе будут на 2 градуса ниже средней. Впрочем, самарцев мороза не пугают. Дом будем играть с детьми в игронастольные. Телевизор смотреть, кушать. Что еще будем делать? В кино пойдем. Котами на лыжи. Прекрасный вариант. И отдохнуть, и не замерзнуть. Прыгать, вот так ручки потирать. И весело фейерверк пускать. Ну, можно просто взять и поехать с более теплой температурой. Варианты такие. Хорошая компания, веселое настроение. И мысли о только самом хорошем. Потому что сын возвращается. Главное с любимым человеком, чтобы согрела любовь. Ну и отопление посильнее включить. Какие бы цифры ни показывал термометр, согреться поможет теплая компания близких и любимые зимние забавы. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Несмотря на холода, усидеть в празднике дома вряд ли кто сможет. Самарские музеи, театры и спортивные центры готовы встречать жителей с первых дней Нового года. Как согреть душу и тело в зимние морозы узнала Алина Чемерес. В новогоднюю неделю самарцам будет чем заняться. В театрах спектакли начинаются с первых дней Нового года. Волшебный балет «Щелкунчик» пройдет в оперном. Праздничными представлениями порадуют юных зрителей «Самарт». Грандиозное шоу ждет и гостей самарского цирка. Всю неделю здесь будут выступать столичные артисты. Дарить жителям праздничное настроение обещают и в литературном музее. Дать возможность людям как-то развлечь себя не сиденьем у телевизора или поеданием салатов, а просто чтобы было весело и интересно. Много новых программ, посвященных литературе, сказочным героям, каким-то новым открытиям, которые смогут совершать и дети, и взрослые. То есть программы есть и для тех, кто помладше, и тех, кто постарше. В Самаре позаботились и о тех, кто собирается устроить себе праздник живота. Сбросить килограммы, приобретенные за новогодним столом, поможет физкультура. Со 2 января начнут свою работу катки и спортивные базы. Всех вас призываю выйти на спортивные арены сегодня, на физкультурные площадки, заняться своим здоровьем, коль у нас с вами появился такой большой праздник и так много свободного времени. На активном отдыхе в театре или в кругу семьи новогодние каникулы самарцы собираются провести с пользой. Мы хотели в цирк. Хорошая программа сейчас в цирке. И на каток сходим, может быть. Будем, скорее всего, в семье и по родственникам, потому что родственников много, мы приехали в гости, и как бы надо всех навестить. На елке с детьми, на набережность, красивая набережность. Встретить гостей в новогодние праздники готова и главная площадь города. Здесь можно погулять, полюбоваться на ледяные скульптуры, красавицу елку, и даже покататься на телеге с самим Дедом Морозом. Алина Чемерис, Григорий Пешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. Смена приоритетов движения на Московском шоссе. С 4 по 10 января на пересечении с проспектом Кирова будет изменена схема движения. А с 10 января там будет закрыта одна полоса – внутренняя. ГИБДД просит граждан планировать поездки на личном и общественном транспорте заранее. Напомним, на Кольце Московское и Кирово строят двухуровневую тоннельную развязку. В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Троллейбусы и трамваи будут курсировать по городу до 2 часов ночи, а автобусы – до 4 часов утра. А тем, кто решит отправиться на другую сторону Волги, придется позаботиться об этом заранее. Перевозка пассажиров по маршруту Самара-Рождествено 1 и 2 января будет закрыта. В Самаре праздновать наступление Нового года будут на главной площади города. Мероприятие начнется в 22.30 – 31 декабря. Горожан ждет праздничная программа. В час ночи первого дня 2016-го прогремят залпы праздничного фейерверка. Новогодние комплексы открылись также во всех районах Самары. Праздничная программа предусмотрена в новогоднюю ночь и для жителей отдаленных районов Самары. В первые дни 2016-го для любителей активного отдыха организованы спортивные мероприятия во всех районах города. Праздник праздником, а уборку в городе никто не отменял. Сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» с самого утра убирают парки, скверы и аллеи города. Лариса Шлафаст присоединилась к утренней уборке на аллее трудовой славы. Пока большинство самарсов уже режут салаты к новогоднему столу, на работу выходят они – работники метлы и лопаты, чтобы все скверы и парки в новогоднюю ночь были убраны. На аллее трудовой славы работа идет полным ходом. Мороз на улице крепчает, но уборку никто не отменял. В этом году аллея приобрела обновленный вид. Здесь провели ремонт. Площадь уборки большая – 23 тысячи квадратных метров плиточного покрытия. С наледью и сугробами справляются в считанные минуты. Собрать мусор, очистить все урны, подмести скамеечки и дорожки чистим. Работа такая – радуются, хоть и холодно. Это мой праздник. Перед Новым годом аллею приводят в порядок 13 человек, также им в помощь спецтехника. Весь собранный снег вывезут на специальный полигон. Чтобы на очищенных дорожках было не скользко, их обработают реагентом. Работаем с бионордом, посыпаем, чтобы лучше убрать налить. Все отходит, оттаивает, и только потом щеткой проходим, подметаем после бионорда. Очищают от снега и лавочки, чтобы во время вечерней прогулки по аллее горожанам было максимально комфортно. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Сегодня в 22.00 смотрите новогодний календарь телеканала «Самара ГИС», где мы подведем итоги года уходящего. А уже 1 января ровно в полночь на нашем канале для вас премьера нашего специального новогоднего проекта «Настройте телевизор на завтра». Без фантастики не обойдется. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, счастья вам, удачи, с Новым годом! Субтитры создавал DimaTorzok